Вы откройте это дело. Извините, открываем. Не дайте, пожалуйста. Хорошо. Дайте официальный комментарий. То есть мы всегда проходили... Проходите удостоверение? Да, проходите. Я с ними, я не видел. Вот сейчас мне... Ээээ, не, 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 потому что мы всегда проходили вот это удостоверение. Не с улицы? Да, в последнее время. Молодой человек. Сейчас мне не пускают только за... Охрану, которая получила четкие указания не пускать съемочную группу Думской ТВ на сессию, не интересовали ни служебные удостоверения, ни тот факт, что собрание – мероприятие публичное. Их интересовала лишь какая-то аккредитация, которая и стала поводом заблокировать дорогу. Представители пресс-службы ОВЛ-совета этим доводом также не вняли, сославшись на то, что неизвестные охранники подчиняются не им. Ребята, вы извините, ну... Ну, как-то странно все, да, проходили нормально все. Вот удостоверение, то есть, ну, понятно, что не с улицы, тем более вы меня знаете, там, в лицо и все. Это, ну, непонятно. Я, так понимаю, решили просто навести дисциплину, составить людей. Ну, какой-то странный способ, если ничего. После определенной волокиты и телефонных звонков загадочные охранники съемочную группу в здании все-таки пропустили. Ситуация напомнила или чей-то недосмотр, или злой умысел. Тем более, что задача аккредитации прессы – упростить доступ на мероприятия, а не наоборот. Всеволод Ананьев, Александр Нелупов, Думская ТВ.